Песня из детства В далеком 1756 году мой отец Гарри Хартман решил переехать в Америку. Правительство Великобритании тогда одобряло такие переезды, предлагая переселенцам на дело земли и вооруженную помощь при атаках индейцев. В те годы на восточном побережье Северной Америки шла война между Великобританией и ее колониями с одной стороны и Францией и союзными с ней индейскими племенами с другой. Позже историки назовут эту франко-индейскую войну семилетней, так как она длилась семь долгих и страшных лет. Франция вооружила индейские племена против англичан, пытаясь оставить за собой земли близ реки Огайо. Земля в то время была самым главным богатством, и поэтому мой отец согласился на переезд в надежде улучшить благосостояние своей семьи. Так мы оказались в Пенсильвании среди таких же небогатых фермеров-колонистов. Мне тогда было девять лет. Моей младшей сестре Ребекке шел седьмой год. Под присмотром старших сестер-близнецов Рэйчел и Кристал, которым было по четырнадцать лет, мы с Бекки каждый вечер накрывали стол к ужину. «Ох, Рэйчел, ты не представляешь, как я устала!» выдохнула Кристал, которая принесла и сложила у очага в углу кухни охапку ровно наколотых дров. «Конечно, представляю, милая!» Тут же отозвалась Рэйчел. «Давай-ка помоги Маргарет и Бекке разложить приборы на столе, а я закину дрова в печь». Не дожидаясь ответа, Рэйчел нежно отстранила сестру от дров, открыла дверку печи и начала проворно закидывать в топку поленья. Так как я и Бекки не хуже других знали свою работу и стол был почти накрыт, Крист просто чмокнула каждую из нас в макушку. На ходу поправила салфетку на хлебнице и присела на краешек стула. Мама вошла в комнату тихой, плавной походкой, мгновенно окинула кухню хозяйским взглядом и расплылась с самой доброй и нежной улыбкой на свете. «Какие же вы все молодцы! Как я рада видеть вас дружными, послушными!» Эту милую идиллию нарушил залихватский свист и звонкое конское ржание. Мы все бросились к окну и как раз успели застать тот момент, когда отец подлетел к коновязи и резко садил лошадь. Легким движением он перекинул ногу через голову коня и соскользнул на землю. Кристалл быстро выбежала из дома и перехватила поводья. «Папа, я отведу его в конюш и расседлаю!» «Спасибо, моя умничка! Вытри его хорошенько!» «Но не паи! Он еще горячий после скачки, ему нужно остыть!» Пока Кристалл ухаживала за лошадью, отец умывался и переодевался. Мы с Бекки в это время тихонько складывали куколку из салфетки, а Рэйчел с мамой протирали и без того идеально чистые бокалы. Ужин в нашей семье всегда был самым приятным временем. Отец рассказывал новости, которые он узнавал от других фермеров, таких же, как мы, простых людей. Они жили неподалеку от нас, посли свой скот на близлежащих лугах и при встречах с соседями были рады рассказать или услышать что-то интересное, обсудить планы на продажу птицы и шерсти, поделиться надеждами на урожай и приплод скота. Брайан Маккол предупредил, что индейцы все еще враждебно настроены к переселенцам и продолжают нападать на фермеров. Сожжено несколько домов, есть и убитые. Нескольких детей угнали в рабство. Гарри, какой ужас! Неужели это правда? Мама поднесла салфетку к лицу, такому же бледному, как ляное полотно. Мелисса, у нас пока все тихо и спокойно. Даже не верится, что где-то такое случается. Но нас предупредили, и стоит прислушаться к словам Маккола. Мы ехали сюда и знали обстановку. Сейчас идет война между англичанами и индейцами за территорию. Но мы приехали сюда с мирными намерениями и будем уповать на Божью милость. Отец ободряющий улыбнулся нам всем. Не бойся так, дорогая. Мы же доверили свою жизнь Господу. Он не оставит нас никогда. Да, Гарри, конечно. Будем молиться за тех, кто пострадал, и за наши дома, чтобы Бог сохранил нас. Мы доели картофель с овощами, полакомились оладьями с сиропом и, запив свой ужин ароматным чаем, быстро убрали со стола. Настало время вечерней молитвы. Сегодня была моя очередь читать отрывок из Священного Писания, и я, гордая своей великой миссией, бережно достала из серванта большую тяжелую семейную Библию. «Ну, дорогая, что мы сегодня будем читать?» спросил папа. «Сегодня мы будем размышлять над 138-м псалмом», ответила я, стараясь быть серьезной. Облизну пересохшие от волнения губы, я стала читать, стараясь произносить текст медленно и благоговейно, как нас учила мама. Вся семья слушала мое чтение в полной тишине, и мне казалось, что даже на стенные часы старались идти как можно тише, прислушиваясь к святым словам. Еще утром я раз пять прочла этот псалом вслух для себя и Бекки. Нам хотелось запомнить его как можно лучше, чтобы хорошо ответить на вопросы отца. «Ребекка Хартман, что интересного ты узнала сейчас из этого псалма?» спросил отец. Он всегда очень серьезно относился к наставлению и с полной отдачей выполнял свою роль отца, как священника семьи. Бог знает, когда мы садимся и когда встаем. Он всегда знает, о чем мы думаем. Если мы куда-то идем, играем или просто отдыхаем, Бог всегда возле нас. Ему все известно. Отец согласно кивнул и процитировал наизусть второй и третий стихи псалма. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали? Иду ли я? Отдыхаю ли? Ты окружаешь меня? И все пути мои известны тебе?» Отец прекрасно знал Писание и часто не читал, а рассказывал наизусть псалмы и большие отрывки из посланий. «Папа, а вот тут в девятнадцатом стихе сказано, что Бог может удалить от нас нечестивых и кровожадных». Внезапно вмешалась Рэйчел, потому что они враги и плохо относятся к Богу. «Мы можем помолиться, чтобы Бог удалил от нас индейцев? Ведь они язычники и творят очень много зла». Рэйчел, что ты? Тут говорится о тех, кто знает Бога, но противится ему. «А индейцы – это просто несчастные грешники, которым пока еще никто не рассказал о спасении, любви и милосердии», ответила Кристалл и тут же покраснела. Она всегда стеснялась высказывать вслух свое мнение и была самой набожной и богобоязненной из всех нас сестер. Отец не спешил вмешиваться в диалог, давая каждому возможность высказаться. Потом ответил. «Знаешь, Рэйчел, я уверена, что Богу ничего не стоит сделать так, чтобы индейцы не причинили больше никому вреда. Тем более, что мы, Макколы, Смиты, Джексоны и многие другие молятся о сохранности своих домов. Но мы должны помнить о том, что у Бога есть свои планы на каждого из нас. Если Бог решит, что нам все же нужна встреча с индейцами, то нам не стоит роптать». Обратите внимание на то, как заканчивается Псалом. Нежный мамин голос был очень тихим, но проникновенным. Мы должны позволить Богу проверить все наши мысли, желания, стремления, а потом доверить Ему свой путь. Нам нужно постараться исправить все негодное, что есть в нашей жизни. И только тогда Бог сможет провести нас путем, который ведет к вечной жизни. «Библия в доме была одна, и так как чтецом в тот вечер была я, мне было проще всего отыскивать места, о которых говорили мои домочадцы. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный», читала я, слушая слова мамы. «Какое же назидание получила ты, Маргарет?» спросил меня отец. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Прочла я шестнадцатый стих. «Это значит, что Бог уже знает все, что со мной должно случиться, и без Его воли не может ничего произойти». Отец погладил меня по голове, потом крепко обнял. «Ты все верно поняла Маргарет. Никогда этого не забывай». Потом мы все помолились и разошлись по своим кроватям. Наша спальня была небольшой, но очень уютной. Четыре крепких кровати, два больших шкафа, один стол и несколько стульев. На полу лежала большая коровья шкура. Каждый вечер мама заходила к нам посидеть еще несколько минут и спеть колыбельную. Иногда старшие сестры подпевали маме вторым голосом. Но разве их пение могло сравниться с маминым? У мамы был очень красивый голос, и я всегда мысленно пела вместе с ней. «Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой, и с любовью будь со мною, будь хранитель верный мой». Вместе с маминым голосом в душу проникал какой-то особенный покой и мир. Эти минуты мне казались самыми сладкими и манящими. Каждый вечер я ждала колыбельную. Мама пела. «И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, души покой». Когда я слушала эти слова, на моих сонных закрытых глазах часто наворачивали слезы. И я с детской чистотой и наивностью снова и снова обещала Богу быть хорошей и никогда не грешить. Мне очень хотелось быть такой же доброй и хорошей христианкой, как мама. «Мамочка, я никогда, никогда не забуду эту песню. Мне так хорошо и спокойно на сердце, когда ты ее поешь», прошептала Бекки. «Мама, пожалуйста, спой еще раз», попросила Кристал. «Нет, Крис, уже пора спать. Я снова спою ее завтра». «А твоя мама тоже пела эту песню, когда ты была маленькой?» спросила я. «Да, доченька, для меня это песня моей матери. И я хочу, чтобы вы тоже полюбили ее, как и я. Когда я ложусь спать, я слышу голос моей мамы, которая пела мне эту песню в детстве. Это почему-то дает мне силы для нового дня. А теперь, девочки, пора спать». Под чудесные звуки маминого голоса наш дом погружался в сон. Утро наша семья, как обычно, встретила молитвой. Потом, выйдя во двор, отец свистом подозвал сторожевого пса, и они вдвоем пошли на скотный двор. Тем временем, мама, подаив корову, отправила ее пастись. Я в это время помогала сестрам готовить завтрак и накрывала на стол. После завтрака я вымыла посуду и убрала ее в шкаф. «Папа, можно нам сегодня пойти за ягодами?» спросила Рэйчел. «Вы сначала помогите мне запрячь лошадь», ответил отец. «Я должен ехать, а потом вы можете сходить в лес, только обещайте не уходить далеко от дома. Вы должны услышать мамин голос, если она позовет вас, а если случится беда, кричите, что есть мочи». Мы с сестрами любили ходить в лес за ягодами и грибами. Мы знали все лесные тропинки и ручьи, различали голоса птиц и следы лесных животных. Вернувшись домой с полной корзиной черники, мы нашли маму на кухне. «Мама, мы думали, что встретили индейца?» начала свой рассказ Кристал, поставив корзину на стол. «Да, но это было только перо глухаря, которое осталось висеть на ореховом кусте», тут же пояснила я. Мама ничего не сказала про перо, но похвалила нас за ягоды. День шел своим чередом. Близился ужин. Сегодня встречать отца вышла мама. Они вместе повели лошадь в конюшню, а за ними тихонько выскользнула из дома Рэйчел. Пока я расставляла тарелки, а Крист нарезала хлеб, Рэйчел вернулась и шепотом начала рассказывать. «Вы представляете? Оказывается, мы не просто так видели перо в лесу. Такие перья носят в своих волосах индейцы и, скорее всего, кто-то из них наблюдал за нами. Мама очень напугана, а отец напряжен». «Рэйчел, ты бы больше занималась делом и меньше слушала взрослые разговоры», строго ответила сестре Кристал и многозначительно кивнула в нашу сторону. «Я сразу поняла, что старшие не хотят, чтобы мы испугались». За ужином отец с матерью обсуждали хороший урожай. «Слава Богу, Мелисса, все кукурузные початки убраны в закрома, собраны овощи и большие красные яблоки, заготовлено достаточно сена для животных. К зиме мы готовы». «Гарри, я так рада!» Мама улыбнулась папе, но мне показалось, что ее улыбка была какой-то грустной или усталой. Вечер закончился, как обычно, молитвой. Прибрав кухню, мы пошли в свою комнату, чтобы приготовиться ко сну. Я легла в кровать, и тут мне пришла в голову мысль, что неплохо было бы взять к себе в постель нашего котенка, маленького Рики, который наверняка сейчас укладывается спать на кухне у печки. Я тихонько выскользнула из комнаты и направилась на кухню. Там горел свет, и отец с матерью о чем-то взволнованно переговаривались. Я всегда знала, что подслушивать грех, и тут же решила развернуться и бежать в свою комнату. Но вдруг я услышала свое имя, а потом имена сестер. Моя мама плакала и молилась о нас. Господи, пожалуйста, сохрани нас и защити. Смилуйся, дорогой Господь, и не допусти беды в нашем доме. А если ты пошлешь нам испытания, то помоги быть готовыми ко встрече с тобой. Ноги мои словно прилипли к полу, и мне вдруг стало страшно. Почему мама так плакала? После нее молился отец. Из жаркой молитвы своих родителей я поняла, что совсем рядом с нами случилась какая-то беда. Гарри, все же скажи, насколько все страшно? Спросила отца мама после молитвы. Мелисса, французы обнадежили индейцев, что объединив усилия они смогут вернуть себе все земли, которые англичане объявили своей колонией. По всему штату идет волна грабежей, поджогов и убийств. Англичане не в состоянии сдерживать натиск индейских племен, вооруженных французами. Я не знаю, чем это все закончится, но уверен в том, что без воли нашего Господа ни один волос не может упасть с головы послушных ему чад. Что-то мягкое и теплое скользнуло по моим ногам. Я вздрогнула, мгновенно представив, что это крыса. Ну а мои ноги ласково терся Рики, из-за которого я и шла на кухню. Схватив котенка, тихонько на цыпочках, я вернулась в нашу спальню. Мама пришла через пару минут. Она, как и всегда, спила нам колыбельную, погладила каждую дочку по голове и поцеловала в щеку. Прошло несколько дней, и я совсем забыла о том разговоре. Одним ясным утром отец велел маме и Кристал отвезти на мельницу кукурузу, чтобы заготовить на зиму муку. Надо успеть управиться с этим до холодов, сказал он маме. А я с Рэйчел, займусь огородом. Мама, пожалуйста, можно я тоже поеду на мельницу? Спросила Бекки. Нет, дорогая, ты и Маргарет должны остаться дома, ведь на вас теперь все домашние хлопоты. Мама ласково погладила Ребекку по щеке. Вскоре мама и Кристал уехали. Утро было тихим и спокойным. На крыше курятника нежно ворковала горлица. Осеннее солнце освещало разноцветные кроны ясеней и клёнов ближнего леса. Не было слышно ни пения овсянок, ни криков пересмешников, ни хлопанья крыльев рябчиков. Только где-то в чаще выступил свою дробь хохлатый дятел. Но это спокойствие оказалось обманчивым. Я помню, как в обед Бекки вышла на крыльцо и громко позвала папу и Рэйчел к столу. Почти сразу после этого я услышала испуганный визг Бекки и выскочила к ней на крыльцо. Я увидела, что в сторону нашего дома от ближайшего леса бегут индейцы. От страха ни я, ни Бекки не смогли сдвинуться с места. С ужасом я видела, как один из индейцев метнул свой топор, который вонзился в грудь отца, бежавшего к нам, чтобы закрыть собой. Отец упал. Рядом с ним на колени рухнула Рэйчел. «Папа, нет!» Крик резко оборвался. И Рэйчел упала на тело отца. Из ее спины торчала стрела. В следующую секунду я почувствовала, как что-то сдавило мне горло, а потом какая-то неведомая сила резко рванула меня в сторону. Потеряв равновесие, я упала, скатилась с крыльца и меня несколько метров протащило по земле. Позже я поняла, что кто-то накинул мне на шею лассо. Оно душило меня, не давало дышать. Я сильно ударилась головой о землю. Какую-то минуту от боли, страха и пережитого потрясения я потеряла сознание. Я пришла в себя от сильной головной боли и холода. Со связанными руками я лежала на земле среди многочисленных деревьев. Рядом со мной лежала и плакала Бекки. Я села и подползла к ней как можно ближе. «Бекки, милая, как ты?» «Не страшно, Маргарет, ужасно страшно. Они убили всех и сожгли наш дом», прошептала сестра. «Оно заткнуться!» Мы услышали картавый крик на ломаном английском и перед нами мгновенно предстал индеец. Это был невысокий крепкий мужчина, очень легко одетый для поздней осени. В его распущенных черных волосах торчало глухариное перо. Я осторожно оглянулась вокруг. Еще несколько индейцев затаптывали костер и навьючивали лошадей. А совсем рядом с нами, сваленную в кучу словно дрова, лежали еще несколько связанных детей. Некоторые из них плакали, а некоторые были без сознания. Наконец индеец развернулся и пошел к лошадям. «Бекки, не плачь, Бог не оставит нас», постаралась я утешить свою младшую сестренку. «Я очень боюсь, Маргарет. Скажи, они нас тоже убьют?» Я не знала, что ответить, но мне и не пришлось отвечать, так как к нам подъехали индейцы. Они что-то крикнули на своем гортанном языке, но мы не поняли их. Тогда они стали щелкать своими бичами, вынуждая нас сбиться в одну кучку, словно скот. Все дети еле стояли на ногах. Рядом с нами оказалась старшая дочь Эрика Смита, Сюзанна. Мы втроем взялись за руки и заплакали от страха. Индейцы что-то еще кричали, гневно показывая куда-то в сторону. Я посмотрела туда и увидела, что некоторые дети еще без сознания лежат на земле. Я бы дорого дала, чтобы забыть то, что произошло потом. с лошади подошел к лежащим детям и перерезал каждому горло. От ужаса ноги у меня подкосились. Стой! Ты должна стоять! Не вздумай упасть и потерять сознание! В самое ухо прошептала мне Сюзанна Смит. Мы должны выжить! Крепись! Я спрятала лицо Ребекки у себя на груди и сильно укусила себя за руку. Боль помогла мне победить дурноту. Снова раздались и погнали по лесу. Сюзанне было 15 лет. Привыкшая к тяжелому фермерскому труду, она была не по годам сильной и рослой девушкой. Мы с Ребеккой буквально повисли на ней, и она изо всех сил тянула нас на себе, не давая упасть. Пить! Пожалуйста, пить! Я так больше не могу! Даже не прошептала, а как-то тихо со свистом прошелестела Бекки и упала на землю. «Бекки, нет, вставай! Сейчас же вставай!» закричала я, что было сил. Ломая кусты, к нам на лошади подлетел индеец. Спешившись, он резко нагнулся к моей сестре, лежащей на земле, и наотмаш ударил ее по щеке. Бекки даже не вздрогнула. Индеец достал нож. Сюзанна обхватила меня двумя руками и потащила в сторону. Я упиралась, визжала и рвалась обратно. «Крепись, Маргарет, пожалуйста, крепись!» Сюзанна тоже плакала. Она из последних сил тащила меня сквозь лесную чащу. В моем сознании все смешалось. Лес, лошади, индейцы, плачущие дети, свистящие и жалящие словно змеи, бичи и шепот Сюзанны. «Крепись, только крепись!» Наверное, я бы тоже не вынесла той гонки, упала бы где-то под деревом и кто-то из индейцев перерезал бы мне горло, если бы не Сюзанна Смит. Бог дал ей сил дойти самой и дотащить меня до индейской деревни, в которую нас гнали почти полдня. В деревню мы вошли в сумерках. Уставшие, голодные, совершенно обессилевшие, мы стояли, шатаясь перед грозным и самодовольным взглядом вождя. Нас выстроили в самом центре деревни, на глазах у всех жителей. Нитивехи? Грубо спрашивал вождь каждого из нас, потом бил себя в грудь, повторяя Ирагиос, Ирагиос, Нитивехи? Снова и снова повторял свой вопрос вождь. Мы не понимали его, и он решил перейти на понятный нам язык. Кто ты? Жутким акцентом спросил он меня на ломаном английском. Я Маргарет. Что это значит? Это значит цветущая, прошептала я. Ты теперь Весикун Винуэм, объявил он мне и перешел к следующей девочке. Каждому ребенку он давал новое имя и отправлял новую семью, которой отныне каждому из нас предстояло жить и работать. Меня забрала к себе пожилая женщина по имени Векинуэн, гром птица. Позже я узнала, что она тетя вождя ирогиоса. На дрожащих ногах я вошла в ее вигвам и буквально упала на земляной пол. Векинуэн указала мне на мою постель, охапку сухих листьев, накрытую старым одеялом. Потом она принесла мне тарелку с кукурузной кашей и произнесла «Значит, еда, ешь!» Но сразу поняла, что она хочет меня накормить. Схватив тарелку, я ела с жадностью, боясь, что тарелку отберут. И в то же время я была очень благодарна этой женщине за еду. Поев, я вернула тарелку женщине и тихо сказала «Спасибо». Векинуэн довольно кивнула и сказала «Пила Майя». Многозначительно посмотрев на меня, она повторила это слово. И я поняла, что это значит на индийском языке «Спасибо». «Пила Майя», сказала я. И она снова одобрительно кивнула. «Хенви», сказала она мне, показав на верхнее отверстие в Вигваме. Подняв голову, я увидела над собой ночное небо и луну. «Хенви», отозвалась я, уже понимая, что «Хенви» луна. «Хенви», повторила Векинуэн и кивнула мне на подстилку из листьев, словно объясняя, что раз на небе луна, значит, пора спать. И мы легли. Пролежав несколько минут в полной тишине, я открыла глаза. Тоска и горе сжимали мое сердце, из глаз катились слезы. Мне хотелось выть, кричать, плакать, чтобы хоть как-то выплеснуть все то, что так сдавливало сердце. Мне казалось, что если я не вылью из себя свое горе, я сойду с ума. Внезапно я вспомнила песню, которую каждый вечер нам пела мама и запела. Я устал, иду к покою, Боже, очи мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. Старая индианка поднялась со своего ложа и подошла ко мне. На ее лице было удивление, но мне казалось, что она понимала мое состояние и чутко прислушивалась к тому, что я пою. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех греху прощения, телу сон, душе покой. Я с трудом допела второй куплет, голос мой осекся, и я зарыдала. Пение и слезы отняли у меня последние силы, и вскоре я забылась тяжелым глубоким сном. Шли дни, недели, месяцы и годы. Теперь каждое утро я просыпалась, слыша крики «Ониве!», которыми друг друга будили индейцы в деревне. А обычным вечерним приветствием вместо «Добрый вечер» стала для меня «Таэти Вэсти». Постепенно я привыкла к быту и укладу жизни этих людей. Мы, дети, взятые в рабство в тот страшный день, научились носить простую одежду из грубой ткани, обувать на ноги макосины или сандалии из оленей кожи и перестали заплетать свои волосы. Тетя-вождя была добра ко мне, много говорила со мной и я достаточно быстро выучила индийский язык. Восикун Винуэм, как меня теперь звали, означала «женщина с цветом кожи, как белый цветок». Я помогала своей хозяйке Викинуэн, трудясь с утра до позднего вечера. Жизнь мою нельзя было назвать легкой, но она была спокойной. Меня никто не бил и не обижал. Я не только выучила индейский язык, но и научилась понимать их обычаи. Первое время, когда над деревней нависала ночная тьма, я вспоминала о доме и пела колыбельную своей матери. Старая индианка всегда с интересом прислушивалась к моему пению, но со временем воспоминания о доме, вечерней молитве с отцом и пение матери стали размытыми и в какой-то момент рассеялись как туман. Я совсем забыла родной язык, забыла свой дом, забыла кто я. Я жила, как и должна была жить в осикун виноэм, днем работать, вечером кушать, ночью спать. Редкие слухи о войне доходили до меня, но все, что я тогда понимала это то, что Васичи, то есть бледнолицые мужчины, пришли в наши земли, чтобы убить нас и отобрать у нас землю, и что вождь нашего племени Ирагиос вместе с другими воинами сражаются за нашу землю и свободу индейских племен. Так прошло почти восемь лет. Хтайетивэсти, Вигвам, скромно склонив голову, вошла моя лучшая подруга Темрак. На нашем языке ее имя означало лиственница. И действительно, Темрак была высокой, сильной и светлой, как молодое красивое деревце. «Пусть свет войдет в наш дом вместе с тобой», ответила и моя хозяйка. Темрак еще раз поклонилась, как того требовали приличия. Всех собирают у Вигвама вождя. Наши воины вернулись и принесли вести. Викинуэн поспешно встала и пошла к Вигваму Ирогиоса. Мы следовали за ней на почтительном расстоянии. Ирогиос стоял, глядя прямо перед собой. Лицо его было сурово, губы плотно сжаты, брови сдвинуты. Он объявил народу, что война с бледнолицами проиграна, и племя должно вернуть всех белых рабов. Нунвэ закончил свою речь вождь, что означало «Да будет так». Нунвэ хором ответило ему племя, и мы разошлись. В ту ночь я долго не могла заснуть. Мне было непонятно, какое отношение к нашему племени имело решение индейских вождей вернуть белых рабов. Кто они, эти белые рабы? Хотя я и носила имя Весикун Венуэм, что говорила о том, что когда-то моя кожа была белой, сейчас я была такой же смуглой, как и все индейцы племени, и среди нас не было рабов. Все мы жили в мире и согласии, однако тревога не покидала меня, и я с трудом уснула. Утро было холодным и туманным. Зачем-то меня, ты мрак и некоторых других людей племени созвали за деревней. Нам сказали, что мы бледнолицы и должны вернуться к своим. Воины племени привели нас к тому месту, где было решено обменяться рабами, и передали в руки английских солдат. Я помню, с какой смесью жалости и неприязни эти солдаты смотрели на нас, пока вели в город. Нас выстроили вдоль стены, напротив огромной толпы, состоящей из рыдающих женщин и взволнованных мужчин с охрипшими голосами. Они выкрикивали совершенно непонятные для нас слова, которые я по внутреннему ощущению воспринимала как имена. «Линда Хьюстон! Линда, отзовись!» кричали одни. «Джон Рассел, где же ты?» раздавали совсем рядом чьи-то рыдания. Каждый из этих людей смотрел на нас и, казалось, надеялся увидеть кого-то знакомого. Я и Тимрак стояли рядом, взявшись за руки. «Что происходит, Тимрак?» спросила я подругу. «Они ищут средина своих потерянных детей», ответила мне Тимрак. Я не успела спросить у нее, как она это поняла, потому что к нам подошла стройная, благородного вида, седоволосая женщина и с надеждой что-то спросила. Ее речь была мягкой и приятной на слух, но совершенно нам непонятной. Мы не знали, как объяснить этой красивой и сказали «Хиян», что означало «нет» на нашем языке. Женщина отошла от нас и, опустив голову, побрела дальше вдоль строя, задавая один и тот же вопрос. «Вы не знаете, как найти Маргарет Хартман?» Так как это был единственный человек, который обратил на меня и Тимрак внимание, я продолжала за ней следить. Она дошла до конца строя и, видимо, не встретив того, кого искала, зарыдала. К ней тут же подбежали несколько английских солдат и начали ее утешать. А потом подвели к одному из офицеров. Он что-то долго говорил этой красивой женщине и под влиянием его слов ее лицо менялось. На нем появились проблески надежды. Женщина достала платок, тщательно вытерла слезы и вернулась к строю индейцев. Несколько раз она растерянно оглянулась по сторонам, а потом запела. Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой. Не знаю отчего, но я замерла. Меня словно резко окатили ледяной водой. Я знала эту песню. Слова мне были непонятны, но почему-то казалось, что я знаю ее, знаю смысл этой фразы. Я растерянно посмотрела на ты мрак. И с любовью будь со мною, будь верный мой. Мне стало еще страшнее, потому что из глаз моей подруги почему-то текли слезы, а губы что-то шептали на том самом непонятном языке, на котором пела эта красивая женщина. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Словно молния мелькнула в моей голове. Я вдруг вспомнила, что действительно когда-то очень давно видела эту женщину, видела рядом с собой, такую красивую, милую и любимую. Из глаз моих потекла вода, а ноги сами шли к той, которая плакала, закрыв глаза и пела. Дай мне всех грехов прощения, силу сон, душе покоя. Мама, мамочка, вдруг закричал кто-то, и в следующую секунду я поняла, что это мой голос, и я рыдала и гладила по лицу эту прекрасную женщину. Маму, мою милую родную мамочку, которая своей песней пробудила во мне забытое воспоминание детства. Я бы, наверное, рухнула к ее ногам без сил, если бы мама не подхватила меня под руку, а с другой стороны меня не держала ты мрак. Мелисса? Неуверенно произнесла моя подруга. Не может быть, Сюзи, Сюзана Смит, это знала, я верила, что ты слышишь все наши молитвы. Мама обняла мою подругу, и та зарыдала на ее плече. Кто-то из солдат подогнал экипаж и предложил довезти нас до гостиницы. Мама привезла нас в номер, вызвала врача и полицейского. Первый долго осматривал нас, а потом заявил, что мы совершенно здоровы. Память постаралась спрятать от детского разума все страшные воспоминания, поэтому мы забыли свой язык и родных. Но при ежедневном общении мы должны все вспомнить очень быстро. Оставив свое заключение, доктор уехал. Полицейскому же мама заявила, что я Маргарит Хартман, ее дочь, похищенная индейцами во время их нападения на нашу ферму, а моя подруга Сюзанна Смит, девочка из соседской семьи, оставшаяся без родителей и родных. И мама принимает ее в свою семью. Теперь у моей мамы было три дочери Кристал, Сюзанна и я. Воспоминания обо всем, что с нами случилось, вернулись к нам в течение полугода. Часто можно услышать вопрос, нужно ли читать с детьми Библию, петь им, учить их молиться, или надо все же ждать, когда они подрастут, и это станет им самим интересно. Я, женщина с цветом кожи, как белый цветок, отвечу вам, не просто нужно, а вы обязаны это делать. То, что вы посеете в сердце, душе и памяти своих детей, никогда не будет оттуда похищено. Как луна в полной темноте самой злой ночи, слова жизни помогут вашим детям найти дорогу к отчему дому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok